Фестиваль «Остров Сахалин» подошел к концу. Яркой точкой стала встреча организаторов в музее книги Чехова. Они обсудили передачу книг сахалинским библиотекам. На полках учреждений появится более полутора тысяч экземпляров от современных авторов. Мы преследуем цель популяризировать чтение, чтобы люди читали литературу, читали правильную литературу, читали интересную литературу. Собственно говоря, и чеховский фестиваль «Остров Сахалин» – его основная цель. Это привлечение людей, или, наверное, правильно сказать, возвращение людей к чтению. Все книги художественные. Авторы в большинстве своем либо нынешние участники фестиваля, либо планируют посетить его в следующем году. Тут маленькая, естественно, на столе представлена подборка авторов, которые были здесь, на Сахалине. И вот в этих коробках с синей наклейкой «История Отечества» выйдет там подписанная. Это как раз серия «Молодой главы» издательства, где лучшие книги, подобранные автобиографией великих исторических личностей, которые в свой вклад, в свой вклад в развитие и становление нашей страны. А также маленький совсем кусочек представлен птицской литературы. Это тоже особенная у вас всегда детей. Особенно это лучшие издательства современной, не только классической литературы, но и современные тексты, писатели, поэты. Каждая книга, которая в качестве подарка уедет в библиотеку, пройдет специальный ритуал передачи, чтобы напоминать о Чеховском фестивале. У меня есть специальная печать, которая привела с собой из Москвы. Она так и называется «Остров Сахалин». Здесь наш Чеховский фестиваль «Остров Сахалин» блога. И написано «Подарок». То есть каждая книга, которая дарится Чеховскому фестивальу «Остров Сахалин» библиотекам, будет проштамбована этой печатью. Когда нас не будет, нас забудут. А книги останутся в библиотеках. И лет через 40-50 кто-нибудь возьмет, откроет книгу, а там будет написано «Чеховский фестиваль «Остров Сахалин». Может быть, это единственное, что останется от нас. Совсем скоро читатели смогут узнать эти книги в своих библиотеках. Их доставят по районам области в ближайшее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!